дорогие друзья здравствуйте и вот прошло 12 дней сегодня 12 день как я дома и не снимали ни одного видео не было творчества в душе совсем погода была нелетная как говорится морозы были все было в адаптации короче и сегодня приступать к своим обязанностям нужно и я буду мариновать капусту нашла в своей книге которые раньше делала записи рецепты там эта книга у меня ой 88 года и я нашла эту рецепт этой капусты и написано подписано там в скобочках вкусно значит я это готовила когда-то мне это нравилось ну это старый забытый рецепт я вот решила вспомнить его и приступаю к маринованию как марин мариновки капусты я взяла вот четыре вилочка капусты мы съездили в ленту купили и я завешала ну примерно не примерно точно здесь вот семь с половиной килограмм вот эти четыре вилочка также я пошелковала капусту морковь примерно там 200 грамм но я точно не знаю посмотрю по капусте сколько мне нужно будет ее положить ты морковка дает кислоту брожение то есть и я не хочу чтобы она бродила хотя мы ее я думаю очень очень быстро скушаем раз у меня было написано что она очень вкусная значит так и было может быть вкус то меняются это как говорится новое это хорошо забытое старое значит когда-то я этим пользовалась рецептом что для него нужно будет как я уже сказала капуста морковь 200 грамм соли 200 грамм сахара 2 столовые ложки уксуса это для маринада там три лаврушки я укропчика чуть-чуть сухого семян и перец горошек и вот 4 литра я воды нацедила здесь нужно будет ее это вскипятить что я буду сейчас делать я буду шинковать капусту постараюсь конечно пошинковать как можно тоньше ну как получится что руки совсем не хотят работать а покрошила я капусту даже мне оператор помог покрошить капусту не совсем как бы мелко она у меня получилась мне не очень нравится ну пойдет теперь что я хочу сказать что я не стала 7,5 кг крошить я вилок который 1,3 кг убрала потому что тут полная пока мне не надо сейчас я посыплю морковочкой ну как бы для цвета, для красоты красиво же когда такая перемешанная и буду смотреть, если будет вот мало то что я посыпала я еще добавлю вы смотрите на свой вкус если будете делать такое же как я маринад у меня, вода еще не закипела для того чтобы я сварила маринад поэтому сейчас покажу я ее перемешаю маленько с морковочкой и маринад сварю залью ее горячим маринадом она у меня остынет я ее разложу в банки и поставлю на сутки капусту и будем ее употреблять после того как она сутки простоит сейчас вы все это увидите в процессе капуста перемешана как вы думаете мы взяли перевернули таз и как умные Маши на столе перемешали и в тазик сложили вот такой объем получился теперь значит я буду варить маринад вода у меня не закипела сейчас покажу вам как он будет вариться в принципе все доступно будет как он варится высыпаю сюда соль в стакан 200 грамм ты маринад делаешь? да делаю маринад сахар закидываю приправой такие приправные сейчас пахнет должно все по случаю надо показать покажи вот как облезла наша плитка обалдеть вообще все полопалось и облазит хамса наша немецкая не оправдала надежда ничего не оправдала она уже сколько лет работает без отказа нет она сама по себе очень хорошая плитка ничего не скажешь духовка печет замечательно ну вот то что вот этот верх облез краска слазит не восторгит ну так бывает краску из Китая завезли в Германию по дешевке решили наверное на заводе русские работают эмигрантов быстро предположили кто что сделал обвинили обвинили никого не обвинял я спросил я просто предположил ну что давай что там дальше лить это уксусная кислота я вот налила в какие проценты полную ложку 70% ну была 70 написано 70 ну я слепая вообще что-то туда смотрю еще еще одну ложку сейчас это все закипит и и мы нальем сверху на капусту и я его горячим наливаю на капусту смотрите как пахнет как ты сказала жесткий маринад да у меня жесткий маринад зачем я я уже думаю зачем я две ложки уксуса наливала раньше любила уксус наверное ну что теперь теперь уже буду пробовать что получится вот сейчас остынет капуста и я ее по банкам разложу когда это все приготовила уже баночки под обычные крышечки ой как запахло ладно мы выключаемся и ждем когда остынет капуста готова остыла вот сколько у меня получилось это примерно 6 килограмм 200 грамм ну 6 килограмм душка полторашка 4 литровых я их сильно не набивала просто складывала и все не залила рассол и теперь я их сейчас уберу в холодильник давайте как раз заглянем в наш холодильник и всегда же интересно заглянуть что тут есть чужой холодильник щида каша пища наша все что у нас есть солонина тут стоит тыквенный сок самодельный хреновина видео есть по тыквенному соку да что у нас тут еще есть селедка это у меня для селедки под шубой я приготовила в контейнер положила салат оливье в контейнере супчик обзор нашего холодильника да не говори в основном солонина хлеб молоко а что у нас еще тут из вкусняшек у нас есть сыр я из Америки привезла а где мясо то такой вот вкусненький сырок классный просто такой вот еще сыр мужу понравился да это у нас салат вот тебе мясо вот это больше понравилось вот колбаска это для горячих бутербродов тут майонеза пачка этот сыр я тоже привезла из Америки моцарелла тут что у нас яйца капуста тут у нас лекарства масло сливочное еще стоит в пакете ну вот и все так сейчас что делаем составляем капусту и ждем как она у нас будет в холодильнике мариноваться она очень хрустящая я ее попробовала будет очень вкусной как слопаем так будем делать другую так и потопаем не будем кушать не будем слушать я хочу что сказать что сказать хочу если у вас есть какие-то ваши вкусные рецепты и вы можете написать в комментариях то вы напишите и мы приготовим тоже попробуем вместе с вами давайте заглянем в морозилку что у нас тут есть когда я уезжала я своему мужу готовила вот в таких контейнерах еду это были вторые блюда что у нас тут котлетки котлетки с какой-то крупой там рис с курочкой короче у него было полное разнообразие там плов перцы фаршировала где гречку делала где что где мясо жарила и вот у него осталось сколько 3, 4, 5, 6, 7, 8 контейнеров еды что я ему еще оставляла перемешки тысячи штук вот столько мы уже начали скушать что ему еще оставляла а я ему еще делала солила сало складывала вот в такие мешочки и пекла беляшки он их скушал подогревал вот тут у нас мороженый лук и гуку кром а тут у нас кусочки курицы для супа ну что хочу сказать все вам показала поделилась с вами всеми своими холодильниками внутренностями холодильника на этом я с вами прощаюсь и пожалуйста не забывайте ставить лайки если вы поставите лайки мы будем очень рады всем пока 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 всеми поздороваюсь потому что прошли сутки и мы начали опробовать капусту вот уже вот так вот осталось в баночке как мы пробуем капусту капуста получилась очень вкусная хорошо что я пошарилась в своих рецептах и нашла такой рецептик давно забытый смотрите как она хрустит просто обалдеть эта капуста и для мини-грета подойдет и для салатика и для щей и для всего чего вы хотите очень вкусная капуста очень вкусная капуста и еще я тоже пробую на дворе февраль месяц вот так можно приготовить капусту и я думаю это очень бюджетно капуста не очень дорого стоит мы ее в ленте со скидкой купили и советую вам обязательно приготовить попробовать а если понравится поставить лайк ну и всем пока до новых встреч